Дорогие друзья, здравствуйте! Портал Приан.ру и его главный редактор Филипп Березин начинает очередной вебинар, посвященный самым актуальным вопросам покупки зарубежной недвижимости, иммиграции и всех вопросов, что вокруг этих основных вращаются. С радой приветствовать всех в нашей импровизированной студии. Хочу начать с маленькой такой истории, с маленького такого наблюдения. Более 50% людей интересуются покупкой зарубежной недвижимости по статистике нашего портала для иммиграции. Инмиграционные вопросы их очень интересуют. Год назад, наверное, полтора года назад, больше всего вопросов было по Кипру, потому что были большие изменения в программе, как известно, потом она, по сути, программа гражданства Кипра прекратила свое существование осенью этого года. Потом очень интересовались, например, программой Черногории. И тоже, потому что очень много неопределенностей было, много неизвестного, вроде программы существуют, а при этом как получить, какие объекты работают под это, непонятно. А вот сейчас больше всего вопросов по нашей статистике вызывает программа «Золотые визы Португалии». Год назад примерно португальцы огорошили всех якобы исключением из программы «Лиссабона» и «Порту». И после этого вот таких информаций было очень много, а информации, проверенной и задокументированной, очень мало. В общем, пришла еще пандемия, стало совсем непонятно, что происходит. В общем, мнение эксперта нам нужно как никогда. И поэтому знакомьтесь. Олег Крыльян, руководитель компании Amber Star Real Estate. Олег, приветствую тебя. Приветствую, Фил. Всем, кто нас слушает из Португалии, доброе утро. Всем, кто нас слушает из Восточной Европы, добрый день уже. Я готов. Ну что ж, будем задавать вопросы. Я задам вопросы, которые к нам поступили перед началом вебинара. Чат у нас работает по-прежнему. Задавайте вопросы, которые есть. По ходу дела мы ответим на них, на те вопросы, на которые вдруг по каким-то причинам ответить не успеем. Ответит наш материал. Олег ответит в том материале, который опубликован будет через пару дней после нашего вебинара. Итак, друзья, золотая виза Португалии и рынок недвижимости Португалии в 2020-2021 годах. Вот, собственно, основные темы. Олег, ну давай прям с самого-самого горячего. Говорили о том, что с 1 января программа золотой визы Португалии изменится, будет исключен Лиссабон, будет исключен Порту, и поэтому куча неопределенностей. Сейчас все по-другому. Рассказывай как. Ну, я только маленькое уточнение внесу. Говорили с 1 января 2022 года. Да, нынешний год. На самом деле мало что поменялось. Были разные несколько заседаний Совета Министров, и меняли туда-сюда, вперед, назад. В итоге всего, ну, практически поменялся только год. 1 января, но 21-го года. 22-го годной, мы сейчас живем в 22-го. 22-го, да, 22-го. Я тоже ошибся, да. Говорили сначала 1 января 2021, на самом деле будет 1 января 2022. Но одно дело говорить, говорили много, разные были газеты, которые писали разные новости, и они очень часто противоречили друг другу. Сейчас мы говорим уже о официальной информации, и для русскоязычных слушателей, наверное, это прозвучит впервые, потому что, ну, есть конфиденциальные источники, но они достаточно проверенные. Этот закон будет опубликован завтра. То есть закон об изменении, ну, все, что касается золотой визы, будет опубликован буквально вот-вот, то есть, ну, там, с поправкой на бюрократию назовем в ближайшие дни. Как я понимаю, что здесь эта информация рассказывает. То есть еще разочек, господа, я хочу подчеркнуть, что вот на данную минуту, на минуту нашего вебинара эта информация не опубликована. То есть это, ну, просто те факты, которые знает наш уважаемый эксперт. Давай я сразу буду подключать тогда презентацию, потому что по ней, мне кажется, будем оперировать ею. Итак, новые правила. В двух словах прямо начинаю тогда рассказывать по нашим слайдам. Ну, как, в принципе, мы сейчас работаем по, ну, можно сказать, старому закону, да, то есть, если закон меняется только с 1 января следующего года, то есть, соответственно, до конца этого года ничего не изменится, и это точно. То есть мы также предлагаем четыре варианта инвестиций. Скажу сразу, что последние инвестиции в науку и искусство, ну, мягко говоря, не пользуются успехом. А если быть более точным, то не было сделано ни одной золотой визы по этой программе с 2012 года, когда программа была принята, то есть, в прямом смысле, ни одной, ноль. Не любят инвесторы науку и искусство, да, так сказать? Не любят инвесторы, наверное, вкладывать деньги во что-то неопределенное, я бы так сказал. Ну, да. Потому что 95% всех инвестиций были как раз в недвижимость, это нам намного ближе. Но не только нам, как оказалось, но и многим инвесторам, которые инвестировали в Португалию. Есть еще такие программы, как прямые инвестиции. И у нас тоже был, ну, буквально один клиент, который выбрал вот эту вот программу. И инвестиции в компании. Тоже они не популярны, но все-таки кое-где и кое-кто идут по этой программе. Их было, если не ошибаюсь, 17 человек вот за все эти годы. Ну, что изменится? Давай смотреть, да, по порядку. Что изменится? Ну, для начала, что есть, да? Давайте. Вот по искусству, по науке, я так уже сказал, там изменится и повысят лимиты. Скажу честно, вот не понимаю, зачем, если было 0% в этой программе, то, наверное, будет 0-1. То есть никак повышение минимальных сумм инвестиций по этой программе, я думаю, просто никого не интересует. Так что проходим дальше. Проходим дальше. Листаем. Да. Повысятся с 1 января 2022 года эти суммы, но, как я уже говорил, это не настолько важно. Прямые инвестиции. То есть сейчас, если инвестор кладет на счет миллион евро, да, и держит его там в течение пяти лет, как и любая другая инвестиция, его нужно держать в течение пяти лет минимум, то он может претендовать на золотой вид. Но здесь очень важно сказать, что этот миллион не обязательно, чтобы он лежал на счету. Можно на него покупать, например, недвижимость, вкладывать какие-то инвестиционные проекты. Главное, чтобы этот миллион не падал. Потому что в банке, если он просто будет лежать, то, соответственно, доходность будет 0%. Процентов сейчас практически не будет. Портограли сейчас не выплачивают. Депозиты, по сути, нулевые, да? Или даже отрицательные. Сутики нулевые. То есть там 0,00 мы не считаем. 0,00 там 3. Ну, да, это уже никому не интересно. Серьезно, у инвесторов это просто замораживание денег на несколько лет. Это никому не интересно. Вот 350 тысяч венчурные фонды. Да, здесь есть достаточно больше, большее количество инвесторов, которые выбрали этот путь. Но он отличается тем, что он не совсем, скажем так, стабилен. И есть нюансы. Чтобы выйти из этого, зайти легко. Выйти из этого фонда на самом деле не так просто. Перепродать свою долю другому инвестору не так просто. Потому что те даже инвесторы, которые становятся дольщиками в фонде, они предпочитают напрямую в этот фонд вкладывать, а не покупать у третьих лиц. То есть есть там нюансы. Фонды обещают 3-4% в год, но это, скажем так, не фиксировано. Вот я как раз хотел спросить. Слово «обещают» – это не гарантированная сумма. То есть они декларируют, что мы постараемся обеспечить вот такую цифру. Обещают в данном случае означает, как мы уже привыкли к этой политической игре, когда идут выборы, они все обещают. Это не значит, что они выполнены. Вот то же самое. Понятно. Так, смотрим дальше. Но это история, которая работает сейчас. Сейчас, совершенно верно. Смотрим дальше. Что ожидается? Пока будем говорить о том, что ожидается. С 1 января 2022 года ожидается, что, значит, первый вариант – миллион депозитов выросли до миллиона пятьсот. То есть, по сути, вырастает сумма. Ничего больше здесь не меняется. И 350 тысяч инвестиций в венчурные фонды переходят в 500 тысяч евро в венчурные фонды. Те же инвестиции. И здесь, может быть, есть смысл. То есть я вижу смысл в поднятии этого минимума. Почему? Потому что это можно связать с запретом на получение золотой визы при инвестиции в Лиссабоне, в Порту и в прибрежных большинства прибрежных зонах страны. То есть если у людей отбирают недвижимость в лучших зонах, то те, кто действительно заинтересован все-таки получить ВНЖ и в последствии паспорт в Португалии, наверное, все-таки повернутся более к таким видам инвестиций. Но суммы вырастают, то есть, соответственно, и контингент клиента немножко меняется. Ну, то есть ты видишь для себя определенный портрет инвестора, который хочет, ну, рассчитывает, по крайней мере, получить какой-то небольшой доход, не хочет привязывать себя к какой-то конкретной недвижимости, но, правда, и суммы, ну, все-таки полтора миллиона – это совсем уже такая серьезная история. Ну, 350 и потом 500 – это, ну, тоже серьезно, но все-таки… Тоже надо, да. Да, то есть, окей. Могу сказать, что по моим клиентам, с которыми вот я работаю, и те, что закрыли со мной сделки, и те, что собираются закрыть в ближайшее время, ну, конечно, это существенно, но не думаю, что это кому-то сильно стукнет. Люди не вкладывают последние деньги в ВНЖ и Португалии. Окей, смотрим дальше. Следующий пункт у нас – бизнес-инвестиции. Что сейчас? Ну, бизнес-инвестиции. Сейчас либо инвестор создает компанию и 10 рабочих мест новых, которых он должен содержать в течение 5 лет, и тогда он претендует на золотую виду, либо второй вариант – это инвестиции в уже существующую компанию в размере 350 тысяч, и тут нужно выполнить, компания должна выполнить пару условий. Первое – это увеличить свой вставной капитал на эти самые 350 тысяч, и второе – либо сохранить, это важно, либо создать 5 рабочих мест, и эти рабочие места нужно сохранять на 3 года. То есть инвестиции в компанию нужно сохранить на 5 лет, а рабочие места всего лишь на 3 года. И то, что, если, например, мы говорим о компании, которая уже имеет эти рабочие места, то, по сути, создавать ничего не надо, просто повышается вставной капитал, и те люди, которые уже есть, нужно сохранить эти рабочие места. Там, к примеру, у нас есть мой хороший знакомый, у него обувная фабрика, компания растет большими темпами, они собираются делать новые инвестиции, покоряют новые какие-то рынки, у них уже работает 40 человек, то есть если инвестор заходит в эту компанию на 350 тысяч, то им создавать рабочие места не нужно, потому что их уже в визыске. Ну, вот как пример. Пожалуйста, вот опять же твой опыт показывает, ну, введение бизнеса далеко не для всех в принципе, это их, да? Насколько человек, ну, там, с российскими, с украинскими корнями, пусть даже опытный бизнесмен у себя на родине, может заниматься бизнесом в Португалии? То есть какие тут непременные требования, кроме бизнес-хватки, это язык, это, ну, как бы, там, понимание суть бизнес-процессов европейских, и в какой степени бизнес-процессы европейские и бизнес-процессы португальские, это одно и то же? Ну, по сути, одно и то же, конечно, есть отличия, если мы говорим о бизнесе в Германии, о бизнесе в Португалии, ну, и вообще северные, то есть страны из Северной Европы, Южной Европы отличаются в первую очередь еще и менталитетом, потому что если это серьезный бизнес, то есть нужно набирать людей на работу и так далее, то есть человеку из России или, там, Украины, или Белоруссии будет не так легко это сделать. Не хочу, чтобы показалось, что невозможно, как бы, зависит от личных качеств каждого. Мы сами очень быстро растем, быстрыми темпами, мы сейчас набираем людей на работу, ну, не каждый день, но практически каждый месяц, и найти хорошего специалиста, заинтересовать, на самом деле не так просто. Но в принципе, в принципе, это возможно. Окей, тогда переходим к вот этой истории, бизнес-инвестиции, что ожидается после первого января 2022 года? Ну, что касается создания 10 рабочих мест, там ничего не меняется, то есть так же, как и сейчас, если инвестор решает открыть бизнес в Португалии, он открывает, создает 10 рабочих мест и претендует на золотой вид. Но я здесь только немножко оговорюсь, что такой вариант открыть компанию и создать 10 рабочих мест, скорее подходит все-таки человеку, который вот прямо очень уверен в своих бизнес-идеях, потому что новый бизнес – это всегда большие какие-то риски, да, и то, что хорошо идет, например, там где-то в Восточной Европе, может не пойти здесь, хотя бизнес-модель может быть совершенно одинаковой, но психология людей другая, законы другие и так далее. Что касается инвестиций в 350 тысяч в уже существующую компанию, ну, решили вот под… все свести под общую гребенку и эта инвестиция поднимается с 1 января опять же на 500 тысяч. Если провести параллель с прямыми инвестициями, то, наверное, здесь уже будет больше заинтересованности у инвесторов, потому что если отбирает, не если, а когда отбирает, и Сабон, Порту, и прибрежные зоны, то инвестиция в компанию уже, скажем так, не самый плохой вариант. Ну, вот ты уже, по сути, два раза за последние несколько минут приоткрыл завесу, поскольку с 1 января 2021 года Лиссабон и Порту, как с точки зрения покупки недвижимости, не отобрали по программе «Золотая виза», но все-таки отберут. Поэтому давай перейдем, ну, наверное, к самому массовому и самому интересному, я думаю, для подавляющего большинства нашей аудитории, способу получить «Золотую визу» – это история через недвижимость и, опять-таки, начинаем с того, а как это работает сейчас. Напоминаем, то есть сейчас это, ну, по сути, до внесения изменений, которые ожидаются с 1 января 2022 года. Совершенно верно, Матюн. Ну, почему здесь два варианта, опять же? Потому что можно разделить инвестиции в недвижимость на две субкатегории. Первая – просто покупка и вторая – покупка с реновационными какими-то работами, реставрация каких-то там, например, старых зданий или покупка в зонах городской реабилитации. Ну, первый вариант – тут как бы все просто. На 500 тысяч можно купить все, что угодно сейчас и где угодно. Это может быть даже участок земельный, но если стоит 500 тысяч, то инвестор претендует на золотой вид. 400 тысяч – разница в 500 тысяч – это если мы говорим о районах с низкой плотностью населения. Если это районы с низкой плотностью населения, инвестор получает 20% скидки на минимальную инвестицию и он может купить за 400 тысяч и опять же претендовать на золотую вид. Что касается… Сразу уточню, как бы ты определил, потому что очень по-разному все время вопросы задают, район с низкой плотностью населения. Что это? Это глубинка, это 50 километров от моря самое лучшее или здесь очень много есть но разных? Здесь есть много нюансов. На самом деле, если так в среднем говорить, то это 50-100 километров от больших городов, ну, ближе к 100. Ну, а, например, сейчас и наши инвесторы активно этим пользуются, весь регион Алгарбы, то есть юг Португалии, который достаточно интересен многим инвесторам, он подходит под районы с низкой плотностью населения. Если вы посмотрите на вот эту вот карту, то в Алгарбы на юге есть белые пятна, красные пятна. Что это означает? Эта карта уже карта, которая вступит в силу с 1 января. То есть выходят Порту-Лиссабон и выходят прибрежные зоны. Какие прибрежные зоны? Вот те, которые обозначены белым. То есть все, что белое, не будет подходить под золотую визу. Все, что синее и красное, будет подходить. Синее, это весь муниципалитет подходит под золотую визу с 1 января. Красное это некоторые районы муниципалитета, которые не входят в список золотой визы. Но именно конкретно эти районы в этом муниципалитете будут входить. То есть все, что синее и красное, будет считаться. Я прошу прощения, я, наверное, чуть рано показал эту карту, потому что она уже показывает ситуацию с 1 января, но мы сейчас вернемся к этой истории. В принципе, нет, потому что вот она почти не меняется, только единственное, что на юге вот это вот все белое пятно, оно сейчас является синим. Все. То есть вот эти приближные зоны, они уйдут. Сейчас они считаются с низкой плотностью населения, а после 1 января они вообще выходят из программы золотой визу. Окей, вот тогда такой вопрос. Если человек все-таки планирует спешить, ну или понимает, что у него все-таки есть интерес к условиям текущим, означает ли это, что гарантией успеха, ну, по крайней мере, существенной гарантией успеха является покупка недвижимости и регистрация ее, скажем, условно говоря, до 31 декабря 2021 года? Или что-то надо еще успеть, какие-то процессуальные действия завершить? По твоему опыту, как это должно быть? Ну, это я могу сказать совершенно точно. дедлайном является подача заявки на БНЖ. Подача заявки на БНЖ, ну, в среднем происходит от одного дня до семи дней после покупки. То есть, тут важно понимать, для тех, кто не сейчас, а именно вот в декабре еще захочет, да, они, в принципе, могут купить даже 30 декабря, сделать, подписать сделку. И 31 подается документ. Вот это считается дедлайном. Все, подал 31, успел. Другое дело, что 31 подает документы, а там, какого-то там, одного-двух документов не хватает. Как, например, там, справка несудимости еще не готова, апартилированная. Да? Подаются документы все равно, и потом доподаем недостающие документы. Но самое главное зарегистрировать вот эту вот дату подачи документов. Единственный момент, что вы не можете зарегистрировать дачу подачи документов без покупки вообще. Да? То есть, если там нету каких-то документов, не проблема. А вот если нету покупки, то это проблема. Ага. Скажи, пожалуйста, вот с учетом понятных ограничений кризисных, с учетом локдаунов, насколько оперативно сейчас все эти службы работают? И не может ли быть проблемы с тем, что ты вроде как все сделал, ориентируясь на нормальную житейскую ситуацию? А одна структура работает с опозданием, с задержками, другая вообще сегодня не принимает, потому что у них карантин или сокращенный рабочий день. Как это все работает в Португалии? Прямо описал в Португалии. А, вот видишь. Опоздание есть. Я думаю, что, ну, я шучу, конечно, но опоздание, я думаю, есть не только у нас. В любой стране любые какие-то административные сервисы, государственные службы и так далее, наверное, я так думаю, все работают с опозданием. И у вас, и у нас, и не везде. Но я могу более точно сказать по срокам опоздания. То есть, если раньше миграционная служба давала ответ после заявки инвестора на золотую визу за полтора-два месяца, моим клиентам сейчас отвечают за месяца три. Но почему это не проблема? Потому что, если подали заявку 3-1 декабря, то ответить они могут вам хоть в апреле, хоть в мае. но главное, что подали. И ответ будет положительный. Отрицательных ответов нет, если вы работаете с серьезной компанией, с серьезными адвокатами, то есть там проверяется еще до покупки, а не до заявки. Поэтому главное успеть. Ну вот поступил первый вопрос, я думаю, уважаемые зрители, я думаю, мы будем делать так, мы чуть-чуть сейчас будем прерваться на ответы на вопросы, а историю с изменением программы при покупке недвижимости с 1 января 2021 года, смотрите через 2 минуты, как говорят на таких... 22-го, вот опять ошиблись. Опять 22-го года. С 1-го года, смотрите буквально через 1 минуту. Ну вот вопрос от нашего зрителя интересует ПМЖ, ну в частности в нашем случае на Мадеире, потому что про Германию мы пока не говорим. Видимо, есть ПМЖ, в Германии есть российско-армянское гражданство, где можно найти пошаговую информацию для индивидуальной ситуации. Ну, первый мой ответ, я думаю, что вы можете просто обратиться в компанию Олега, я думаю, что вы какую-то информацию, безусловно, Олег, дадите на этот счет. Полную дадите, я думаю, что контакт опубликуем в чате, я думаю, что электронный запрос это самое то, что нужно. Часть информации есть там на приеме в разделе Португалии, но, пожалуйста, я думаю, что эксперт, прямо работающий на месте, в данном случае более логичная история. Дальше. Следующий вопрос. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости ваших услуг по сопровождению оформления золотой визы, если, конечно, вы работаете с клиентами, которые не приобретают через вас недвижимость. Пожалуйста. Вы знаете, тут каждый должен заниматься своим делом, я считаю. У меня риелторская компания, есть у нас партнерские отношения с юридической компанией. Вот юридическая компания занимается своим делом, а я своим делом. Но, конечно, у меня нет никаких проблем рекомендовать наших партнеров, даже если недвижимость не со мной, то можете обращаться, я с виду в юридической компании и они займутся вашим процессом. Совершенно отдельные истории здесь нет проблем. Окей. Хорошо, давай тогда вернемся к вопросу, вот еще раз показываю этот кадр, который у нас был. Инвестиции в юридическую есть первый вариант, есть второй вариант. Да, но про какой вариант мы еще не говорили. Про что не говорили, прости? Про второй вариант мы еще не говорили. Собственно, и вернулся, пожалуйста. Итак, второй вариант, когда недвижимость, покупка недвижимости связана с ее дальнейшей реконструкцией, назовем ее так, с переделками, пожалуйста. Ну, здесь самый важный момент, который нужно отметить, что эта недвижимость должна выполнять одно из двух качеств, если так правильно на русском. Первое, либо эта недвижимость должна быть построена более 30 лет назад, считается старым фондом, либо эта недвижимость должна находиться в зонах городской реабилитации. так называемая. Очень часто спрашивают меня клиенты, что такие, что, как едят, чем едят эти зоны городской реабилитации. На самом деле, тут разобраться без профессионала нелегко. То есть, даже нам иногда, чтобы конкретно понять, вот эта недвижимость находится в зоне городской реабилитации, не находится, мы делаем настоящие поиски по сайтам разных муниципалитетов. на самом деле, есть что-то такое, есть определенные зоны, практически в каждом муниципалитете, где, скажем так, этот муниципалитет концентрирует все свое внимание на реабилитацию вот этой зоны. Причем, обычно, это наилучшие зоны в этом муниципалитете, в этом городе, потому что, именно вот, центр города, исторический центр, именно его, в первую очередь, муниципалитет хочет сделать привлекательным и для туристов, и для инвесторов. То есть, по сути, эта программа 350 тысяч, она самая популярная на самом деле. Все знают про 500, ребенка спросить на улице, за сколько можно сделать до 500 тысяч. На самом деле, ее можно сделать до 350. И в таких городах, как Порту, как Лиссабон, по сути, весь центр города подходит под зону городской реабилитации. А в зоне городской реабилитации можно купить даже новую недвижимость, но обязательно нужно иметь два контракта. Один на строительные работать, и другой на покупку. Олег? В целом, должны стоить 350 тысяч. Да? Хочу уточнить, вот эти реабилитационные зоны, существует ли какая-то карта, насколько часто они меняются, как понять, что вот эта зона, ну, словом говоря, в Лиссабоне, какие зоны реабилитационные, какие нет? Как это можно узнать? И у вас информация? Карты существуют, конечно, но они достаточно непонятны. То есть, это такие карты, ну, я не скажу, что они нарисованы от руки, но я недалек от истины. То есть, иногда, даже мы, зная местность, да, без специального обращения в муниципалитет, трудно сказать, потому что на этих картах не обозначены улицы, например. Да, просто визуально смотришь, где и как. Качество публикации этих карт достаточно низкое. То есть, если ее приблизить, то там уже непонятно, вот эта сторона улицы входит или только вот эта сторона улицы входит. Через дорогу это может быть уже не зона городской реабилитации. Здесь без специалистов сложно. А какой тогда порядок действий при поиске такого объекта? То есть, ты тыкаешь в тот объект, который тебе нравится, а потом говоришь, слушайте, а вдруг он еще и в зоне городской реабилитации. По сути, так? Да, объясню. Мы на самом деле, как риелковская компания, мы не сконцентрированы, что мы работаем только там с русскоязычными или только там с китайскоязычными или только с иностранцами. Мы работаем с местным рынком тоже. И у меня есть команда агентов, которые каждый день ищут новый недвижимость. И они подписывают контракты с собственниками на продажу этой недвижимости. Так вот, первый пункт, который агент должен проверить, находится ли эта недвижимость в зоне городской реабилитации. Если она не находится, то она, эта недвижимость все равно подходит под программу либо 500 тысяч, либо 400 тысяч, в зависимости, если это район с низкой плотностью населения или большой город. Если она находится в зоне городской реабилитации, то тогда мы ее, ну скажем так, включаем в другую папку, которую рассылаем тем клиентам, которые хотят потратить и больше 350-375 тысяч и так далее. Меньше 400. То есть, эта работа должна быть проделана все-таки профессионалом. Я вот буквально несколько минут назад сказал, когда был вопрос про юристов, я сказал, каждый должен заниматься своим делом. Ну, тут главное хорошо выбрать профессионала, и я ни в коем случае не буду сейчас тянуть одеяло на себя, я не единственный игрок на рынке, но те люди, которые обращаются к нам, когда мы им посылаем эту недвижимость для анализа, мы уже проверили эту недвижимость, подходит она или нет для 350 тысяч или для программы 280 тысяч. Окей, к нам поступают вопросы, я ожидал, что их будет много, но вот это действительно так, отвечаем на вопросы, потом все-таки возвращаемся к истории, а что же изменится в программе с 1 января 2022 года. Из фейсбука наш зритель спрашивает, дистанционно идут ли сейчас сделки и можно как-то въехать в страну для оформления, что происходит сейчас у вас? Я думаю, я вам назову нашу статистику и всем все станет понятно. С августа месяца по сегодняшний день мы закрыли 19 процессов по золотым визам, из них 3 человека приехали. Они приехали уже, значит, удаленно золотую визу получить невозможно, ты все равно должен въехать, чтобы ее физически получить. нет, чтобы физически получить золотую визу, то бишь ВНЖ, на самом деле не нужно въезжать, потому что эту карточку получают ваши адвокаты по доверенности и они ее вам высылают прям почтой домой, будь вы в Москве, в Вьетнаме или в Китае. Другое дело, что нужно один раз приехать на сбор биометрических данных. То есть, мы все делаем дистанционно до сбора биометрических данных. На сбор биометрических данных на самом деле приехать не так сложно, потому что у вас есть приглашение из миграционной службы, назначается определенная дата и в эту дату вы должны быть в Португалии, чтобы пройти вот эту вот процедуру. Это не проблема. Следующий вопрос. Так, 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 так. Какие требования к компаниям, выполняющим ремонтно-строительные работы по реабилитации недвижимости? Ну, должна быть... Сейчас, секундочку, Людей, включи, пожалуйста. Включи. Потому что закрасно вот с тема. Извините. Еще страшно. Значит, что касается компании, которые занимаются реабилитацией недвижимости, у них должна быть специальная лицензия на этот вид деятельности, называется лицензия E-MOPI, и она бывает разных категорий, смотря какого уровня строительные работы компания делает. Окей, следующий целый блок вопросов от нашей зрительницы. Есть ли у вас партнеры для производства ремонта недвижимости в зоне городской реабилитации? Ну, у нас есть партнеры для производства ремонта в любой зоне. То есть, не зависит, зона городской реабилитации или нет. Вот если это строительная компания с лицензией, то нету проблем. Да, конечно, есть партнеры. Можно ли одновременно с покупкой недвижимости сразу иметь планы ее реконструкции? Видимо, этот вопрос не можно, а нужно ли одновременно с покупкой недвижимости иметь план ее реконструкции? Или это необязательно? Если покупаешь недвижимость по программе, которая требует реконструкции, у тебя план должен сразу быть? Или просто понимать, что ты в это вложишь в это потом деньги? И все. Если я правильно понял вопрос. Извините, я неправильно, я не понял вопрос. Можете повторить? Вопрос дословно звучит так. Можно одновременно с покупкой недвижимости сразу иметь план ее реконструкции? Я предполагаю, здесь слово можно, не совсем, наверное, уместно. Если что, Татьяна, уточните, пожалуйста. Я попробую ответить. Тут зависит от объекта недвижимости. Если вы покупаете объект недвижимости, где уже есть утвержденный план реновации, то, конечно, мы его предоставляем. Но иногда так происходит, что клиент покупает недвижимость, которую, скажем так, предыдущий хозяин не собирался делать реновацию, но это уже потом личное дело каждого. Тогда вы делаете план реновации. Вот смотри, вот как уточнение, Татьяна все спросила. Для подачи на золотую визу достаточно иметь документ о покупке и проект по реновации или проект по реновации должен быть уже оплачен. Должен ли оплатить все ремонтные работы? 350 тысяч либо 280 тысяч должны быть уже оплачены. Следующий вопрос. Подскажите, городская реабилитация подразумевает реконструкцию? Городская реабилитация подразумевает реконструкцию не совсем понятен вопрос. Что это означает? То есть, ты покупаешь объект в зоне городской реабилитации. Означает это, что ты должен реконструировать его каким-то образом или это необязательно? Нет, если вы покупаете в зоне городской реабилитации по программе 350 тысяч или 280, то, конечно, должны. Но вы можете купить по программе 500 либо 400 и тогда эта реконструкция не обязательно. Достаточно предоставить контракт по покупке. Но если я правильно понял вопрос. Окей. Господа, если какие-то уточнения нужны, вы не стесняетесь пишите уточнения, мы в любом случае на них ответим. Следующий вопрос. Есть ли отличие у недвижимости из зон городской реабилитации из старого фонда? Например, выше коммунальные платежи или выше налог на имущество? То есть, есть ли какие-то риски, которые желательно учитывать при подборе такого объекта? Нет, я бы сказал даже наоборот. В некоторых объектах, ну, как называемые, исторические здания, там даже можно получить освобождение от налога на недвижимость, если вы покупаете вот в таких вот зданиях и делаете реновацию за недвижимость. В принципе, покупать в зону городской реабилитации больше преимуществ, нежели, ну, недостатков я, в принципе, вообще не вижу. Окей. Ну и тогда давай переходим барабанная дробь. Что же все-таки изменится с точки зрения покупки недвижимости под золотую визу с 1 января 2021 года? Еще раз подчеркну. А что ж такое тут? 2022. Мы уже 21. Да. С 22 года. Важно подчеркнуть, эти изменения официально еще не опубликованы, но вот они вот ожидается, публикация, и Олег делится теми данными, которые у него есть, потому что он в Португалии находится и тесно-тесно общается. Итак, барабанная дробь. Рассказывай. Итак, если мы говорим, ну, во-первых, самое важное, конечно же, изменение, это то, что Лиссабон, Порту и большинство прибрежных зон выходят из программы «Золотая речь». Это, скажем так, изменение номер один, и которое больше всего будоражит и местных бизнесменов, и приезжих инвесторов. Помимо этого, в районах с низкой плотностью населения повысят сумму. То есть, если сейчас там без каких-либо ограничений можно купить за 400 тысяч недвижимость, то с 1 января надо будет потратить 500 тысяч, как вот, в принципе, сейчас, в Лиссабоне или в Португах. Что касается недвижимости в зонах городской реабилитации, соревноватые последующие, вместо 280 тысяч минимальный лимит инвестиций будет составлять 350 тысяч. И помимо этого, те районы, которые сейчас находятся в, то есть, считаются районами низкой плотности населения, некоторые из них перестанут таковыми считаться. Ну вот, и вот это вот тоже изменение, которое сейчас у нас на слайде, тоже попрошу тебя немножко прокомментировать. Да, ну, первое, это то, что я сказал, что прибрежные зоны Португалии не будут более считаться районами с низкой плотностью населения, но Мадейра и Азорские острова будут включены в этот список районов с низкой плотностью населения. То есть, сейчас на Мадейре и на Азорах можно сделать золотую визу либо за 350 реноватый, либо за 500, после 1 января ничего не меняем. Вот, изменений довольно много, все-таки, на твой взгляд, какие наиболее существенные, вот, что нужно четко понимать потенциальным покупателям и тем, кто заинтересован в получении золотой визы в этом году или в 2022? Ну, я практически уже ответил на этот вопрос. Самое существенное, конечно, исключение столицы, северной столицы и прибрежных зонов. Все остальное, ну, не вижу логики в том, что сделало португальское правительство и в районах низкой плотности населения, на которых приходится, можно сказать, 4% всех инвестиций, они еще и подняли цену. Да, я понимаю, исключили большие города, можно как-то это понять, хотя не согласен, в первую очередь, как риэлтор и как профессионал, который работает на этом рынке, конечно. Но, вот, поднятие минимальных инвестиций в районы с низкой плотностью населения мне не понятно. Но, не я, к сожалению, принимаю решение, поэтому, будем работать с тем, что есть. Мы готовим план Б на следующий год. Мы не будем сбавлять обороты ни в коем случае. есть много разных путей, как делать в НЖ в Португалии, даже по новым правилам. И потом, мы же работаем еще и другие рынки, инвестиционные какие-то объекты. У нас клиенты есть в Соединенных Штатах, в Западной Европе. То есть, мы, я думаю, переживем это более-менее легко. Но, это неприятная ситуация для нас, риэлторов, строителей, адвокатских контор, то есть, тех организаций, которые вокруг золотых бис по сути построили бизнес. Татьяна, Виктор, мы видели ваши вопросы, обязательно сейчас на них ответим. Скажи, пожалуйста, все-таки, вот те изменения, которые происходили, и вся та возня, другое слово, и не подберешь, вокруг изменений программы золотой бис ситуации. Чем они протектованы, почему такая относительная неразбериха, хотя вроде как правила довольно четкие, но то заявляли одно, потом заявляют другое, и вот то ли с собой сказали спорту отменят в этом году, в итоге отменяют в прошлом, то есть, ну, это неопределенность, она тоже немного смущает, с чем тут все это связано, на твой взгляд? Я согласен, это смущает, но я попробую объяснить, ну, хочу, как бы, предупредить, что в моем мнении, конечно же, субъективно, как говорят португальцы, перефразировать, оно стоит того, чего оно стоит, на русском не совсем звучит, но все же. Чем это обусловлено? Ну, во-первых, определенным популистским движением, то есть, как и в других странах, многих других странах, политики, они, в принципе, завоевывают голоса. Большинство людей, скажем так, более бедного слоя населения, низкий средний класс, назовем так, они, в принципе, за то, чтобы золотые визы отменили. Почему? По моему мнению, опять же, потому что ошибочно считают, что год, если, значит, отменят, значит, цены упадут. Но здесь нужно смотреть на вещи объективно, и разбираться немножко в статистике. На самом деле, сделки по золотым визам составляют, по разным оценкам, от 3 до 5% общего количества сделок с недвижимостью в Португалии. То есть, вряд ли это хоть как-то повлияет, но может быть, цену упадут на 3%, что не означает, что там, семья, где каждый получает по 800 евро зарплаты, сейчас могут купить недвижимость в центре Порту. Я даже дам такой пример. У нас есть вот такой объект, мы о нем поговорим чуть позже, Лаунштерр. Начинали строить этот объект в середине декабря прошлого года, то есть, ну, в сути, строится в 2 месяца как. Из 26 квартир остались 2 на продажу. То есть, продается все очень быстро. Продали 24. 2 из них, филка, 2 из 24 были прозваны под золотой вид. Как может это повлиять? Не повлиять. Может быть, как-то повлиять на люксовую недвижимость, но, опять же, сильно сомневаюсь. У нас очень много покупает, как я уже говорил, западные европейцы, американцы, которые покупают для отдыха, ну, американцы очень часто и под золотую визу тоже, но, в первую очередь, для отдыха, либо для инвестиций. Я не думаю, что рынок как-либо изменится. Для кого-то это, может быть, будет шокирующий новость, но многие застройщики, которые работают на этом рынке, они даже не думают выполнять какие-то минимальные условия для того, чтобы их недвижимость можно было бы продавать под золотую визу. Из каждых, можно сказать, 10 новостроек 2 подходят под золотую визу. На остальных нету такого документа, который называется горизонтальная собственность, и когда мы говорим застройщику, давайте сделайте, мы тогда сможем под золотые визы тоже продавать, привлекать иностранных покупателей, они говорят, да, ну, два места с этими муниципалитетами воевать, этот документ еще делать. Да, у меня, в принципе, и местные покупают, вот англичане купили, немцы на прошлой неделе, бельгийка. Понимаете, нету, у нас рынок не зависит от золотых виз. Как, например, ну, по моему субъективному мнению, потому что я там не жил, это чисто из тех каких-то разговоров, которые у меня были с иностранными коллегами, например, ощущалось на Кипре, да, то есть там золотая виза это в первую очередь, да, у нас такого нет, понимаете, поэтому вряд ли это как-то повлияет. Почему решили, потом отменили, потом опять решили, потом поменяли, да, потому что эта золотая, эта курочка, которая золотые яйца несет, хоть и немного в процентном отношении, но все же это деньги, которые поступают в экономику страны, и как бы хочется и на поводу у народа пойти, но как бы и расставаться с этими всеми налогами, которые собираются с иностранным гражданом, которые инвестируют туда, тоже не хочется, и как бы и хочется, и не хочется, и вот политика, да, политика, это политическое решение, чисто, оно ничего общего не имеет с экономией, с экономическим состоянием страны, совершенно ничего, то есть нормальные люди, адекватные, они понимают, что просто вот заходили инвестиции и перестанут заходить, все, вот это главное, а все остальное, оно второстепенно. Окей, перед тем, как мы с тобой перейдем к вопросу о конкретных объектах и о том, что же теперь по текущим еще условиям можно приобрести, чтобы в том числе претендовать на золотую визу, давай еще ответим на вопросы наши зрители, вот Татьяна уточнила, получается ремонт оплачивается с стопроцентной предоплатой, мы говорим, опять же возвращаемся к объектам под реновацию, какие гарантии по качеству и срокам, кто курирует этот ремонт, последний вопрос актуален при закрытых границах, то есть окей, я вроде купил, сказал давайте ремонтировать, кто-то ремонтирует, как, на каких условиях и так далее. Вопрос правильный, но здесь нужно уточнение, предоплата должна быть по минимуму той суммы, которая требуется на золотую визу. Давайте представим себе такой момент, вы покупаете за 300 тысяч какой-то старый домик, на его реновацию нужно там 100 тысяч, то есть в сумме будет 400 тысяч. Вот здесь вы можете купить дом за 300, заключить контракт застройщикам на 100 оплатить 50, а 50 в конце, потому что вы выполнили минимальную инвестицию, 350 тысяч. То есть не обязательно все 400 платить прямо сейчас. Это такой специфический случай, но он может многое объяснить. То же самое при покупке. То есть если вы покупаете, скажем так, за 500 тысяч, объект, который, ну, вы идете по программе 500 тысяч, но объект стоит, например, 750, вам не обязательно оплачивать сразу 750. Предположим, этот объект находится на какой-то там стадии строительства, да, будет готов только через год. Вы оплачиваете 500, подаете на золотую визу, а когда он будет готов, вы доплачиваете 250. Более того, все, что сверху минимальных требований под золотую визу, можно брать ипотеку в банк. По гарантиям. Да, по гарантиям. По гарантиям, тут, конечно, все индивидуально. Если вы покупаете у застройщика, то, ну, мы, как бы, предлагаем тех застройщиков, которыми мы работаем уже достаточно много лет на рынке, мы их тоже в какой-то степени проверяем, хотя, конечно, 100% гарантий вам никто не даст. Любой адекватный человек это поймет, что риски есть, как и в любом бизнесе, собственно говоря, и мы, когда открывали свой бизнес, у нас были свои риски, мы их оценили и решили идти вперед. То же самое, не вести, это тоже бизнес. То есть, здесь нужно оценивать, стараться, конечно, минимизировать эти риски по запросу клиента, если какой-то там крупный объект, крупный застройщик, ну, клиент переживает за свои идеи, это нормально. Можно у адвокатов заказать, например, due diligence на вот этот объект, на эту компанию, вернее, насколько она выполняет свои условия договора, есть у них процессы, например, в судах какие-то или неоплаченные налоги или какие-то задолженности и так далее и так далее. Эту работу можно сделать, практически мы ее делаем до того, как предложить человеку недвижимость, но мы его делаем на нашем риелторском уровне. Мы смотрим, сколько лет этот застройщик на рынке, какие у него объекты сданы, насколько быстро распродается его продукт. Если продается быстро, как в приведенном примере, где 26 квартир продали 24, но этому застройщику, даже если он захочет, трудно обохротиться, потому что он делает это хорошо, а тут как бы надо быть дураком, извините за выражение. Но в принципе у нас строительный бизнес вообще, он развивается. У нас, если вторая фаза строительства, и половина объектов еще не продана, то тут уже стоит задуматься. А если объект уже закончен, то могут остаться 3-4 квартиры на продажу еще из 30, но это будет большая редка. Следующий вопрос. Есть ли какая-то возможность выполнить ремонт на строительные работы своими силами без привлечения специализированных компаний, так, чтобы расходы учитывались в счет суммы золотой визы? Если я сам это не сделал. Нужна именно компания с лицензией и нужен договор с португальской компанией с лицензией на строительные работы. Уточняющий вопрос от Дарьи. Если я правильно поняла, я нахожу недвижимость в старом фонде в зоне реабилитации от 350 тысяч евро, при этом должна предоставить план реконструкции от лицензированной организации и купля-продажа осуществляется именно при наличии этого плана. Далее происходит сделка и подаются документы на ВНЖ. Как далее происходит контроль? Про контроль ты ответил уже. На самом деле нет, не так. Когда вы покупаете недвижимость в зоне городской реабилитации либо недвижимость старого фонда, вам не обязательно для золотой визы предоставить план реконструкции. Хотя бы потому, что реконструкция может быть достаточно легкая, внутренняя реконструкция на нее не нужен никакой план на самом деле. То, что вы делаете ремонт внутри квартиры, если вы не сносите стены, говорим про поменять окна, паркет, двери, такого типа ремонта, на это не нужен какой-то утвержденный план. Достаточно предупредить кондоминиум этого здания, что вот с такого-то по какое-то число, с такого-то по какому-то времени будут проводиться у нас в квартире ремонтные работы. Вы заключаете контракт со строительством, со строительной компанией, говорится, что именно они там будут и как ремонтировать, какие материалы и прочие подобные. Этот контракт обычно помогает составить адвокат, который ведет этот процесс. И вы подаетесь на золотую визу. Они начинают делать этот ремонт сразу после оплаты либо предоплаты в зависимости от суммы. Как я уже объяснял, если эта сумма превосходит 350 тысяч, то не обязательно платить ее все сразу. Достаточно заплатить ровно столько, чтобы было 350 тысяч. И еще раз подчеркиваю, в сумме. То есть, если вы покупаете недвижимость, там, скажем так, за 350 ровно, то вам все равно нужен какой-то контракт на строительную работу. Иногда там только будет 5000 евро, но он нужен. И сумма будет 355. Если вы покупаете меньше, чем за 350, со строительными работами должно быть минимум 350 в сумме. Насколько выгодно покупать под реновацию или все-таки выгоднее без нее? Не выйдет с реновации расходы дороже 500 тысяч? Или это каждый проект отдельно надо смотреть? Ну, это каждый проект отдельно, конечно. Такое может быть. Я как пример могу сказать, что есть у нас, например, дом под реновацию в пригороде Порту очень хороший. Прямо там и участок хороший, и расстояние от пляжа 500 метров, и дом большой. Но стоит 450 тысяч в таком состоянии, в котором он есть. Нуждаются полной реновации. Но там на реновацию надо будет потратить 350, наверное. То есть, конечно, это будет гораздо больше, чем того требуется. Этот дом подходит под 350 тысяч, но нужно его купить за 450, это хороший пример, чтобы понять не было. покупать и за 450, причем 100 тысяч можно взять в кредит, и потратить только 350. И потом делается контракт с застройщиком, где достаточно, например, оплатить первый транш по договору 10-15-20%, и дальше уже идут строительные работы, и вы можете претендоваться на золотую визу. Так как он стоит 450, и на реновацию нужно еще 350, в сумме будет где-то 800, то на этот дом могут податься две семьи на золотую визу. То есть они могут вместе его купить, и так как каждый из них тратит по 350, и здание входит в зону городской реабилитации, соответственно, могут две семьи, или, например, родители, взрослые уже сын или дочка, замужем, или женат, они могут вместе два кейса сразу подать при одной покупке. Но в этом случае, конечно, не нужно оплачивать все застройщику заранее. Надеюсь, что я смогу сказать. Окей, ну смотри, мы с тобой проговорили, первая часть нашего вебинара, об этом мы еще вернемся к основным базовым моментам. Давай сейчас поговорим про настоящее. Да, вот у нас все равно до 1 января 2022, я не ошибся, 2022 условия на другие. Давай посмотрим конкретные примеры, что Олег и компания Амберстар предлагает сейчас, какие решения могут быть интересны. Итак, начинаем с первого. Если я правильно понимаю, офис у вас ведь находится в порту. Да, у нас есть офис в пригороде Порту, мы очень скоро будем переезжать в центр Порту и есть планы открытия новых офисов еще до конца года, в том числе Волгарвы, на Мадейле важное стратегическое место будет в следующем году, потому что там не меняются лимиты инвестиций и это достаточно популярное направление. В общем, мы развиваемся. Итак, строительный проект в Порту, я покажу здесь несколько кадров, а ты пока рассказывай про него, что это такое, и если я правильно понимаю, кого может заинтересовать, мы нам в чате ссылочку опубликуем на вот те проекты, которые будем показывать, чтобы можно было из чата прямо перейти и во время вебинара и по завершении ознакомиться с ним более подробно. Олег, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, проект на улице Гонсалки-Штова на самом деле как раз один из проектов, которые входят в тот список самых популярных. Почему? На самом деле это первая стадия строительства, но находится в зоне городской реабилитации. То есть, что получает клиент? Клиент получает ключи от новых квартир через два года. Но преимущество в чем? С одной стороны, казалось бы, больше рисков, потому что на начальной стадии строительства и как бы как пойдет и тому подобное. Но если в этой части города мы говорим про цену за квадратный метр около пяти-пяти с половиной тысяч евро за квадратный метр, подчеркиваю, то здесь можно купить в пределах четырех тысяч евро за квадратный метр. То есть, за счет того, что строитель будет строить это здание частично на свои деньги, частично на деньги инвесторов, он сделал такой привлекательный прайс-лист для тех инвесторов, которые хотят войти сейчас в этот проект и получить золотую визу к тому же, потому что в этом проекте цены приблизительно такие, что можно купить два апартамента, в сумме будет от трехсот пятидесяти примерно до трехсот восьмидесяти, в зависимости какой этаж, я имею в виду за два апартамента. Естественно, часть делается как покупка оправляется, часть как строительные работают, и можно подаваться на золотую визу. Ты сказал два года, два года это вообще такой, говоря, на некоторых странах строят вроде побыстрее, насколько два года это такой срок? Я не знаю, я такой человек, который все время перестраховывается, на самом деле строитель мне сказал, в сентябре будет готов, до конца года, то есть я говорю такие сроки, которые я знаю, что он выполнит, а не те сроки, которые он мне дал. И следующий вопрос, ну, может быть, не все знают, представляют себя порту, но для тех, кто представляет, все-таки какой это район, относительно там центра и так далее, а для тех, кто не представляет, может быть, чуть более общая картина? Да, я думаю, что не трудно будет, даже те, кто порту никогда не был, в общем-то, я дам пару подсказок, и вам будет не трудно найти хотя бы вот район, где-то находится, потому что это здание находится 250 метров от центральной станции метро порту под названием Триндадо. То есть, соответственно, до центра порту максимум 500 метров. То есть, 6-7 минут пешком, и вы находитесь рядом с муниципалитетом порта. Это центральная часть города, и тут как бы преимущество на поверхности, потому что покупая в центре города всегда ликвидность недвижимости выше, и еще раз подчеркиваю, 4000 евро за квадратный метр и 5000 за готовую недвижимость, которую еще и не сыскать днем с огнем, это достаточно большая разница, и даже если это будет строиться в течение двух лет, мы говорим о прибыли, 20-25% практически не напрягает. За два года, подчеркиваю. Скажи, пожалуйста, вопрос может позвучать немножко наивно, кажется, что все так хорошо, но, может быть, немножко усугублю его. Если мы говорим об арендных перспективах такого объекта с практической точки зрения, то есть, ну, понятно, квартиру в центре Лиссабона, в общем, сдать, наверное, можно без проблем, но насколько сейчас, ну, не сейчас, я имею в виду в этом году, а в принципе, что у вас говорят про там возможные запреты там аренды через там R&B, и вообще, как сейчас логично выстроить такую схему, если я покупаю, тем более, два апартамента и один готов буду сдавать? Ну, во-первых, чуть-чуть только поправлю, Фил, это не центр Лиссабона, а центр Порта. Центр Порта, да. Ну, такие разговоры ведутся, не скажу, что нет. на самом деле сейчас при таком вот падении туризма, может, даже не знаю, когда у нас такое было, так мало туристов, у нас даже 10 лет назад было больше, вот, когда, по сути, Портузалия была все-таки не настолько популярной страной, сначала говорили о том, чтобы ограничить. Некоторые районы в том же порте или Сапоне, они перестали, то есть муниципалитеты перестали выдавать туристические лицензии отдельным апартаментом для того, чтобы они объявлялись на Airbnb. Но когда произошла вот эта история с пандемией, во многих районах этот запрет сняли. То есть наоборот, сейчас как раз привлекают, только просите, и, в общем-то, особых проблем нет. Но, конечно, если говорить о долгосрочной перспективе, ну, знаете, я не Нострадаму, тут трудно сделать какие-то прогнозы, может быть, когда-нибудь это все-таки наступит, так же, как и конец золотых битов. Но сейчас, например, туристов нету, и многие квартиры переориентировались, многие хозяева переориентировались на долгосрочную аренду. Потому что Португалия стала популярной, и сюда приезжают люди еще и на работу, какие-то экспаты, IT-специалисты и так далее. Ну, если так, в общем, говорить о доходности по процентам, если до пандемии можно было на вот такой покупке квартиры сдавать 5-6% годовых достаточно легко, сейчас это 3-4-5% зависит на насколько хорошо купил. Но это уже та доходность, на которую можно рассчитывать без туристов. Окей, хорошо. Испорту никуда объезжать пока не будем, давай посмотрим следующий объект, это, если я правильно понял, другой уже строительный проект, и это уже что-то такое уже в старой части города, хотя по картинкам трудно судить, ты сейчас прокомментируешь. Здесь это здание, небольшое здание, тут всего-то 5 квартир, и находится чуть-чуть дальше от центра Порту, где-то 1200 метров, отличается от предыдущего тем, что это здание находится уже в завершающей стаде строительства, то есть осталось практически пару месяцев до сдачи в эксплуатацию. Здесь у нас есть несколько вариантов по золотым визам, либо квартиру побольше, либо две поменьше, есть два студия, либо купить квартиру побольше, опять же, можно подаваться на золотую визу, но, как и в предыдущем случае, то есть это зона городской реабилитации, поэтому можно делать два контракта и соответственно получить ДНЖ. Если мы говорим о рентабельности и сравниваем один проект и другой, то есть если у человека все-таки важный вопрос у покупателя о арендной перспективе одного места и другого, какие здесь за и против в одном и другом случае? Ну, конечно, Гонсал Крештов предыдущий проект, он привлекательнее с одной стороны, потому что ближе к центру и чем ближе к центру, это для кого не новость, намного легче сдать. С другой стороны, если там нужно ждать два года, то здесь через два-три месяца уже можно сдавать. То есть, ну, скажем так, они примерно компенсируют недостатки друг друга. Один быстрее, но дальше от центра, другой будет сдан позже, но ближе к центру. Хорошо, смотрим следующий объект, уже мы покидаем порту и переносимся в Алгарве, тут прямо аж спа-отель, но, как я понимаю, судя по цене, вы предлагаете не весь спа-отель, а по кусочкам. Почему? Я могу и весь продать, выливать деньги. На самом деле, да, мы здесь продаем апартаменты в отеле, это бывший отель Голфиню, что в переводе означает дельфин, он пройдет полностью всю реновацию, я рискну сказать, что в плане инвестиционном, именно, в плане рентабельности, на сегодняшний момент, это наш лучший проект, потому что здесь при подписании контракта на покупку этих апартаментов, также подписывается контракт на аренду компании застройщиков, вернее, дочерней компании застройщиков на 30 лет от 7% годовых от суммы инвестиций. Подожди, 7% это гарантированная сумма или это? На 30 лет они готовы такую штуку подписать? Скажи, пожалуйста, что это было создание раньше, какова его история, я так понял, ты сказал, был какой-то отель, потом его реновировали, в чем? Был отель, который закрылся, не помню, сейчас 2000, или 2001, то есть еще додолго до бума туризма в Португалии, который начался в 2008-2009 году, то есть еще задолго до этого он закрылся и здание пустовало и портило окружающие люди. Далее, что произошло, инвестиционная компания выкупила это здание и сейчас продает апартаменты, они в любом случае останутся хозяевами 52% от существующей там уже недвижимости, остальные 49% они продают инвесторам, и здесь есть несколько плюсов, помимо того, что я уже говорил, есть гарантированные 7% годовых, еще есть опция байбека, то есть инвестор покупает сейчас и после 5 лет от момента инвестиций и в течение двух лет, если изъявляет желание продать обратно по той же цене застройщику собственнику первоначальному то собственник обязан их выкупить другое дело, что если цены на рынке растут то инвестор и это скорее всего произойдет потому что там по отельному бизнесу скажем так цена за номер это достаточно низкие цены то инвестор может продать на стороне скажем так другому инвестору и это будет сделать не так уж и трудно учитывая что есть 30-летний ну на тот момент может быть 25-летний на следующего собственника на следующего собственника эта договоренность переносится это обязательные условия то есть он даже не может продать без этого контракта в контракте о покупке говорится что если он перепродает наши ветки перепродает третьему лицу он обязан проинформировать его что есть контракт на аренду который новый собственник то самое третье лицо обязан выполнять это первая линия как относительно моря относительно каких-то курортных радостей ну находится 200 метров от пляжа из большинства номеров есть вид на море соответственно номера которые подороже вот ну буквально прогулка там 2-3 минуты скажем раз вот цена 169-239 до 1 января 2022 года это история под вид на жительство но важно понимать что ты соответственно должен купить ну по минимуму 3 получается да или не совсем так на самом деле если это один инвестор он должен купить два есть одно условие если инвестор покупает один из апартаментов подешевле то второй должен быть один из тех что подороже но на данный момент минимальный кейс это 408 тысяч и подходит этот кейс под программу 350 тысяч потому что зданию больше 30 лет вот момента сдачи в эксплуатацию еще по старой лицензии это реновационный проект и он подходит под программу 350 тысяч но здесь очень важно отметить что есть как бы у вас в России говорят одна фишка которую можно учесть и она пользуется большой популярностью дело в том что так как это реновационный проект зданию больше 30 лет и к тому же находится в районе с низкой плотностью населения сейчас в районе с низкой плотностью населения то на самом деле покупка апартаментов в этом отеле подходит под программу 280 тысяч вопрос как сделать так чтобы потратить не намного больше чем 280 тысяч если номера даже самые дорогие стоят 239 3 на двоих молодец ну слушай высшее автоматическое образование дает себя знать на самом деле ну почти так но мысль правильная то есть например мы говорим о группе из трех человек у нас есть группы три человека четыре человека это либо между ними либо какие-то родственные связи либо они партнеры по бизнесу либо там друзья детства и так далее на самом деле каждая из семей каждый из инвесторов покупает по одному апартаменту подороже а потом все вместе все вместе на самом деле покупают одни апартаменты чтобы каждому вышло там по 280 и чуть-чуть у меня расчеты такие примерно что например если это три человека то есть три человека которые подают то есть три кейса то им выйдет каждый кейс примерно в 285 тысячи и еще момент важный что помимо доходности в 7 процентов гарантированной у каждого инвестора еще есть две недели в году бесплатно чтобы приезжать и проводить там свой год ну то есть это та история которая может тебя заинтересовать если ты потом еще и гражданство планируешь получать как раз ты находишься в этих объектах то время которое для португальских властей достаточно чтобы потом у тебя сохранялись основания на получение гражданства не совсем так на самом деле когда мы говорим о том что нужно находиться 14 дней каждые два года в Португалии они необходимы для того чтобы продлевать золотую виду и еще не дошли до гражданства а вот чтобы получить гражданство нужно показать что 5 лет подряд владел ВНЖ и сдал тест португальского языка уровня А2 никто не спрашивает сколько дней но так как люди естественно находились в стране каждые два года как минимум по 14 дней очень много людей приезжает намного чаще они начинают чувствовать связь с страной потихоньку начинают становиться португальцами можно сказать они приезжают чаще у них здесь инвестиции есть такой интерес и конечно же если это происходит соответственно когда подают на гражданство эти документы тоже прикрепляются они только помогают более быстрому принятию решения о присвоении граждан Окей съедем дальше переносимся в португальскую столицу это у нас Лиссабон значит прощаемся ненадолго с Алгаровой и так отельные резиденции в стиле лофт в Лиссабоне несколько слов об этом проекте этот проект находится практически на берегу реки Тежу в одном из очень развивающихся бурно районов в Португалии Лиссабон в данном случае находится на начальной стадии еще проектирован проект будет утвержден в течение этого года и начнутся строительные работы в начале четвертого квартала этого года и будут длиться опять же около двух лет здесь опять же как и в Лагуше нужно то есть есть обязательные условия сдачи под так мы прошли вперед сдачи управляющей компании под 3% годовых который считается от момента конечно же сдачи по эксплуатации этого объекта этот объект ну в какой-то степени изменит даже лицо вот этого района Лиссабона возле Тежу там уже построен буквально впереди перед этим объектом построен самый новый шикарный самый большой приватный госпиталь в Португалии вообще поэтому развивается инфраструктура в этом районе это проект будущего вне сомнения и буквально первый же месяц как только они появились на рынке там уже было продано около 15 юнитов буквально одним щелчком пальца то есть очень быстро идут продажи проект популярный компания которая будет строить этот проект и компания владелец они уже с опытом на португальском рынке у них уже есть 8 успешных проектов которые работают опять же по отельному принципу те инвесторы которые будут покупать здесь недвижимость еще добавок получают дисконтную карту и они могут приезжать не обязательно в этот отель а могут приезжать с дисконтом в любые другие отели по лиссабону и порту которыми владеет эта компания то есть в принципе проект я считаю с большой перспективой скажи пожалуйста вот тут практически на всех проектах которые мы сейчас смотрим помимо собственно внешнего вида есть рендеры очевидно вот это рендеры так это все будет выглядеть то есть объект сдается уже в чистовую да в данном случае даже с мебель мебель оплачивает инвестор справедливости ради надо сказать базовая цена не включает себя нет базовая не включает у нас даже в прайс-листе который мы высылаем клиентам по запросу у нас есть цена на апартаменты цена на строительные работы потому что это зона реабилитации и цена на мебель отдельно но если я правильно понимаю гостиничная история то у инвестора нет выбора покупать мебель или не покупать то есть как бы это же нет они покупают но с другой стороны если что-то ну как обычно в отеле что-то портится что-то изнашивается то дальше уже отель берет на себя все расходы по починке по замене и так далее идем дальше опять возвращаемся в Волгарве вот этот курорт о котором мы говорили по-моему на нашей вебинаров Олег несколько слов о нем твой взгляд на него ну есть плюсы и минусы конечно же ну начнем с минусов да 40 километров от пляжа Волгарве казалось бы не самое лучшее расположение да что Волгарве все едут ради пляжа но принцип этого проекта в том что как раз как бы и состоит в том что он находится в таком очень тихом месте даже по картинкам можно понять что вокруг кроме речки и гольфовых полей по сути ничего нет то есть сюда люди будут приезжать для того чтобы отдохнуть да не для того чтобы поехать там на пляж хотя на машине 25-30 минут а для того чтобы может быть полежать у бассейна провести в тишине какие-то прогулки по природе на природе поиграть в гольф и так далее строится это все очень быстро и уже в следующем году будут сданы в эксплуатацию первые первые юниты в этом в этом проекте помимо резидентских каких-то вот апартаментов есть еще виллы которые не обязательно сдавать в менеджмент компании управляющей то есть виллы можно покупать чисто для себя апартаменты нужно сдавать в эксплуатацию и рассчитывать можно на 5% годовых также там будет 5-звездственный отель под управлением Весерой известная марка ну вот как-то так и кстати так как находится все-таки Волгарвы этот проект подходит под золотую визу 400 тысяч отлично смотри несколько вопросов давай сейчас ответим и потом уже к завершающему объекту вернемся в нашей презентации вопрос от Татьяны на А2 должны и пожилые родители тоже сдавать на А2 должны и пожилые родители сдавать на самом деле все совершеннолетние должны сдавать тест А2 извините все должны сдавать тест А2 если они совершеннолетние в прямом эфире надо пройти курс онлайн в конце тест я бы сказал тестик я не то чтобы я не хочу сказать не надо учить ничего но я лично знаю людей которые прошли курсы могут сказать как их зовут и представьте себе они сдали этот тест ну самый крайний случай можно продлевать им золотой визу но тогда нельзя продавать инвестиции которые были сделаны золотую визу можно продлевать каждые два года бесконечно на самом деле но естественно так никто не делает все таки люди сдают тесты можно ли вот видимо пример который ты рассказывал про один из предыдущих проектов раздачу от отеля Волгарве можно ли сдавать не через застройщика или это условие контракта что сдает только застройщик в отеле Волгарве не говорим Татьяна про какой к сожалению видите я не совсем уследил когда вы задали вопрос можете Татьяна уточнить про какой именно объект вы говорили в принципе там и там нужно сдавать именно застройщику через ручку вопрос от Виктора расскажите нюансы которые надо учитывать при подборе объекта на Азорах ну скажем так в нашем случае не самое популярное направление но вряд ли они сильно отличаются от остальных территорий Португалии конечно чем центральнее тем лучше конечно нужно внимательно проверять хотя бы историю застройщика если вы покупаете новую недвижимое ну и самые популярные места они всегда будут более ликвидны более более но это знаете это не про Азоры это про все на самом деле Азоры в этом плане ну не исключение окей так ну и давай тогда завершающий проект о котором мы хотим сегодня сказать так про Алгарма мы с тобой поговорили роскошные резиденции в Лиссабоне окончание строительства второй квартал 21 года то есть вообще прямо сейчас практически уже построено идут какие-то отделочные еще работы завершающие это отель который находится буквально в самом историческом центре Лиссабона ну скажу сразу что он подходит под золотую визу 350 тысяч но на 350 тысяч там ничего не путаешь минимальный чек на данный момент это 770 тысяч но опять же есть нюансы я может быть чересчур привожу прямо все нюансы но я думаю что слушателям будет интересно потому что есть мы каждому клиенту имеем индивидуальный подход если например это опять же вот как мы говорили в случае с лапшем два друга родители и взрослые ребенка и хотят они вместе купить они покупают здесь апартаменты за 770 тысяч они действительно совершенно шикарно и так как 770 тысяч это больше чем два раза по 350 то они оба могут претендовать на золотые но конечно же больше всего покупателей в этом отеле это именно те инвесторы которые скажем так тратят больше 500 тысяч и идут одним кейсом но это возможно несколько слов в какой части Лиссабона находится этот проект и насколько он недалеко от Коммерцию и то есть центр прямо и на берегу те же то есть из многих номеров но они конечно подороже есть вид на реку красивые очень вопрос от Екатерины это просто даже не вопрос а такое финальное уточнение если я правильно поняла главное чтобы итоговая сумма составляла 350 тысяч цена недвижимости плюс строительные работы то есть цена недвижимости может быть 300 ремонтные работы 50 и этого будет достаточно для подачи на золотую визу сразу скажу что это не про все объекты не ко всем объектам это относится но Олег уточнить только пожалуйста у меня картинка застыла но меня видно слышно видно слышно видно слышно прекрасно да это так но если выполняются остальные условия то есть этот объект должен находиться в зоне городской реабилитации или ему должно быть больше 30 лет от сдачи в эксплуатацию или старый фонд больше 30 лет или в зоне городской реабилитации и это совершенно верно 300 тысяч покупка например и 50 тысяч ремонт облачено подается на золотую визу ну вот смотри я просто такое легкое завершение может быть этой части нашей я просто по твоим словам исходя из может быть практики твоей работы получается что подавляющее большинство объектов на золотую визу которые люди покупают и которые они интересуются это все-таки даже не 500 потому что мне как-то всегда вот эта цифра 500 да вот она как-то была у нас и признаюсь она у меня тоже в общем сидит сколько стоит золотая виза португалии 500 но есть некоторые нюансы хотя скорее всего они не для вас у тебя ощущение немножко иное что эту информацию надо подать как-то иными вных терминах ну да на самом деле как я уже говорил в начале большинство наших лет как раз было по программе 350 тысяч могу сказать что вот с августа месяца клиенты которые активно начали приходить в последние месяцы у нас только одна золотая виза на 280 и там буквально несколько если не ошибаюсь 4 которые на 500 все остальные на 350 пара вопросов и потом еще будем уже завершающие еще про объекты немножко поговорим насколько легко организовать управление недвижимостью через управляющую компанию в случае если недвижимость приобретена без условий обязательного управления ну в принципе не сложно но много ли ука в португалии насколько они профессиональны по твоему опыту ну вы знаете мне как-то трудно советовать кого-то если я их нехорошо знаю в основном ну во-первых для начала я не вижу не во всех случаях вижу смысл отдавать управляющей компании которая просто будет снимать с вас деньги обычно если это мы говорим про обычные апартаменты человек купил без какой-то опции управляющей компании что делать дальше мы находим клиента на аренду наша комиссия в этом случае составляет один месяц аренда плюс НДС 23 процента но дальше мы следим за этой недвижностью вместе с адвокатской конторой здесь больше юридическая часть важна понимаете и я могу озвучить цифру наши партнеры из юридической компании берут 1200 евро в год то есть 100 евро в месяц для того чтобы делали значит по налогам сопровождение выписывают квитанции об оплате аренды подают декларацию о заходах и так далее они опять же присутствуют на собраниях кондоминиума там что-то сломалось то есть есть специальный департамент судей который этим управлением занимает платить какой-то процент с аренды какой-то управляющей компании ну это невыгодно просто и нецелесообразно у меня были такие мысли что может быть мы этим займемся но для нас важнее чтобы клиенту было выгодно да ну стирать деньги просто ни на что я не вижу смысла сейчас без сдачи языкового экзамена можно ли получить ПМЖ или гражданство нет однозначально можно продлить золотую визу то есть ее можно продлить бесконечно еще на два года еще на два года но в этом случае вам нужно будет сохранять ваши инвестиции окей ну и давай тогда может быть несколько такой общий вопрос ты все-таки показал сейчас там семь совершенно разных примеров но при этом это все равно там три основных региона там Лиссабон Порту Алгарве и насколько я понимаю у вас предложений намного больше вот на что может быть ты бы сейчас в принципе посоветовал обратить внимание как ты видишь развитие рынка португальской недвижимости в ближайшее время особенно востоке границы все-таки город открыт да на самом деле у нас конечно предложение намного больше чтобы их чтобы хотя бы половину из них обсудить нам нужно сделать вебинар недель две но мы постарались именно для сегодняшнего вебинара выбрать разные локации разного типа объекты но есть конечно в основном работа ведется индивидуально у нас есть определенные объекты которые мы предлагаем сразу и в первую очередь потому что еще и есть большой контингент клиентов которые не хотят сильно заморачиваться искать с такими окнами или там с лифтом без лифта но такие люди тоже есть есть у нас клиенты которые ищут инвестиционные например какие-то проекты у кого-то бюджет 350-280 у кого-то бюджет полтора миллиона есть например инвестиционные проекты сейчас какие-то там мини-отели которые упали в цене и сейчас действительно выгодно покупать если человек взгляд устремлен прямо в такое будущее да через 2-3 года то сейчас это может быть очень выгодная покупка те же отели которые там стоили там 5 миллионов например год чем-то назад сейчас можно купить с дисконтом 20-25% сейчас мы например с клиентом ведем практически уже завершающие переговоры у нас было два гистхауза есть еще два гистхауза на продаже близко от центра порту они стоили 2,6 перед карантином наш клиент их покупает до 1,8 понимаете то есть есть конечно такие моменты которые мы подбираем очень индивидуально есть например ну как пример есть совершенно новый вид бизнеса self-storage который сейчас очень бурно развивается по сути это такие маленькие такие гаражи назовем их так для того чтобы люди там например выезжают и хотят там спрятать свои вещи можно на несколько месяцев а можно и на несколько лет и берут вот такое помещение в аренду такой бизнес у нас есть за 1,7 миллиона он продается причем с гарантированной доходностью в 6% годовых при этом арендатор предоставляет банковские гарантии это железобетонные аргументы просто огромное количество клетушек таких как это все выглядит это в данном случае это два больших помещения которые разделяются на ну можно сравнить с гаражами огромное количество закрытых гаражей но не для машин а для вещей для того чтобы там что-то держать кому-то товар нужно держать кому-то нужно держать там какие-то вещи мебель например потому что квартиру продал переехал к маме а мебель у мамы там не помещается и можно взять вот этот гараж небольшую сумму в аренду но их много соответственно бизнес очень очень привлекательный про отель я уже говорил есть отельные проекты которые подходят под золотые визы но вы покупаете не апартаменты а например частицу этого отеля одну 75-ю часть отеля например есть такой проект в евро это город возле границы Испании который есть и будет в районе с низкой плотностью населения он там останется да вырастет инвестиции 280 на 350 но туда можно зайти инвестору сейчас 280 если еще не наберут весь комплект инвесторов то в следующем году вначале можно будет на 350 зайти мы постоянно такие проекты ищем и там есть байбэк кстати тоже очень важно для многих наших инвесторов очень важно что можно гарантированно вернуть деньги через несколько лет множество множество разных и местоположению объектов очень часто у нас к нам поступают такие запросы я немножко преувеличу с белыми окнами с зелеными потолками мы ищем именно то что клиенту нужно понимаете мы очень много делаем индивидуальной работы и так как эта индивидуальная работа требует огромного количества времени поэтому мы и набираем сейчас очень много сотрудников потому что для этого нужно действительно тратить много времени на каждого клиента Олег логичный вопрос после такого твоего ответа есть ли у вас представительство в России контакты мы сейчас опубликуем как с вами связаться наверное более широкий вариант этого вопроса знаете в наше интернетовское время ну могу четко сказать нам не нужно представительство в России мы работаем с клиентами напрямую есть ватсап есть видеоконференции представительства в России нет может к сожалению но скажем так это дополнительные расходы и в этом случае нам надо было бы брать наших клиентов еще какие-то суммы денег чтобы оплатить эти расходы на самом деле работа ведется достаточно просто я всегда на связи и после этого вебинара у меня есть 50 где-то звонков без ответа и естественно я всем отвечу на это уходит время уточнение по лимиту членов семьи которые могут претендовать на ВНЖ в рамках приобретения одного объекта например за те же самые 350 тысяч правильный вопрос дети до 18 супруга супруг соответственно это понятно дети до 18 лет родители больше 65 лет автоматически дети больше 18 лет надо показать что они находятся на изделении у инвестора а именно либо по состоянию здоровья либо учиться например в высшем учебном заведении то есть предоставляется справка из этого высшего учебного заведения и тогда тоже без проблем родители которым меньше 65 лет нужно показать опять же что они на изделении в данном случае самая простая техника это показать показывается движение по счету что каждый месяц определенная сумма денег от инвестора переводится родителям родители покупают продукты оплачивают какие-то счета соответственно мы показываем что они зависят от их окей олег вопросы еще поступают поэтому поотвечаем еще да так вопрос такой дети инвесторов могут подать на золотую визу до 26 лет если они финансово зависимые смогут ли они получить по мжи гражданство через 7 лет когда им будет например 30 в законе нет ограничения возрастного от 26 лет то есть главное показать что они учатся но если они 30 лет еще будут учиться то можно ну конечно будут проверять реально нужно чтобы ребенок хотя бы был записан в университете официально там уже ходит он на лекции не ходит естественно никто проверять не будет но учится он там или нет записан в этом университете не записан кому-то может прийти в голову и проверить вопрос прямо сейчас мы миссию выполним сотрудников амберстар сейчас наберет вопрос каких сотрудников вы набираете только граждан ЕС или СВНЖ тоже во-первых мы набираем сотрудников которые находятся здесь на месте потому что это работа в офисе в основном или на улицах городов когда мы ищем конкретный какой-то продукт для конкретного клиента но могу сказать что одна из последних сотрудниц которые мы взяли хорошая девочка которая говорит на шести языках она гражданка Монголии и у нее к сожалению нету вида на жительство в Португалии но нас этот сотрудник интересует мы сразу же сделали контракт и мы будем заниматься ее легализацией в Португалии чтобы она могла здесь находиться без никаких проблем сориентируйте пожалуйста сверх суммы стоимости недвижимости сколько процентов необходимо заложить покупка нотариат комиссии агентства как бы ты ответил на этот вопрос тем более если мы говорим об объектах таких ну там 350 плюс ну смотрите здесь есть три статьи расхода первое это налог на недвижимость здесь самый трудный наверное ответ потому что зависит от стоимости иногда зависит от кадастровой стоимости если она выше чем стоимость рыночная правда это происходит очень редко но так чтобы было представление на 350 тысяч если вы покупаете один объект то это будет в районе 18 тысяч евро уже с нотариальными какими-то оплатами но если на те же 350 тысяч вы покупаете два объекта вот как например у нас в примере на Гонсалу Кричтову можно две квартиры купить до 350 тысяч то налоги будут около 12 тысяч разница существенная она зависит от многих факторов потому что считается по специальной формуле зависит от того в какую шкалу входит по цене эта недвижимость но думаю что примерно я думаю что человек который задал вопрос уже понял это первая статья расходов вторая статья расходов это юридические услуги ну юридические услуги зависит от члена от количества членов семьи вот семьи с половиной может быть до один человек до 15 с двумя детьми там 20 еще родители ну вот в таких пределах но опять же здесь нужно индивидуально каждому человеку считать семья из четырех человек 15 тысяч как-то так третья статья расходов это сами визы ну здесь опять же зависит от количества членов семьи потому что когда подается в процесс на БНЖ за каждого члена семьи нужно оплатить госпошлину 533 евро передает первая к каждому каждому члену семьи будет стоить 5325 евро каждое продление каждому члену семьи их всего два продления через два года и четыре года будет стоить опять же подача на продлении 533 евро каждому человеку и новая карточка ВНЖ продлена еще на два года будет стоить 50% от этой суммы 2600 еще такой интимного толка сколько вас комиссия на самом деле клиенты наши услуги как риэлторов не оплачивают потому что их оплачивает именно либо застройщик собственно говоря собственник оплачивает и это не потому что вы такие хорошие 0 а потому что так просто принято в португалии практически все агентства но дорогие друзья и полтора часа пообщались все-таки два последние вопросы задам уже так подытоживающий все что у нас было все-таки мы начали с того что в ближайшие дни вроде как власти португалии должны объявить об изменении в программы программа золотая виза и эти изменения должны стартовать с 1 января я сейчас не ошибусь 2022 года и отсюда вопрос все-таки традиционно знаешь есть такой в общем вполне понятный стереотип и мы даже сам вебинар разоглавили изначально надо успеть надо успеть какие будут изменения все-таки твой взгляд надо успеть надо спешить не надо кому бежать и прямо сейчас оформлять потому что с одной стороны золотая виза не изменится золотая виза останется да вроде как пока планируется и вопрос екатерины как изменится требования то есть чуть-чуть в двух минутах попросить попробуем рассказать обо всем что мы говорили с тобой в первой части нашего вебинара да хорошо ну как изменится да мы как раз об этом говорили на протяжении всего вебинара но порту лиссабон алгарха уйдут из программы золотая виза после первого января и все и . успеть не успеть ну вы знаете конечно столица порту северная столица и называют еще прибрежные зоны это самый популярный инвестор хочет вложить свои деньги в ликвидную недвижимость то конечно надо успеть тут как бы даже трудно сомневаться если есть такая идея вложить в районах низкой плоскости населения потому что там есть хороший понимаете поднимает сумму инвестиции они цены просто за 350 тысяч по новым ценам после 1 января той же реновации вы купите больше недвижимости чем на 308 это не значит что то что стоило 280 если есть вот такие настроения то конечно тоже лучше успеть потому что просто сейчас можно меньше потратить но если например инвестор который подумывает купить где-то в маленьком городке португалии 20 тысяч населения купить себе домик такой хороший за тысяч там 350 или 500 и тут в общем то купит он в этом году или в следующем году уже разницы нет поэтому в общем то нужно подходить к этому вопросу индивидуально но конечно же 99 процентов людей они захотят успеть потому что в этом году условия намного лучше чем следующем окей ну что ж дорогие друзья отлично для меня полтора часа пролетели практически незаметно олег спасибо тебе большое прекрасный получился вебинар и твой рассказ был очень интересен я попрошу еще раз в чате с опубликовать контакты компании олега потому что мне кажется что наверняка судя по активности наших зрителей будут вопросы контакты компании амбер стар олег крыльян ну я надеюсь что все таки и в россии в ближайшее время встретимся а может и мы к нам махнетесь то конечно мы вас встретим как клиент и это что означает это означает что мы вас встретим в аэропорту отвезем гостиницу потом повезем в ресторан все вам покажем потому что наша работа не только в том чтобы недвижимость показать и человек улетел мы показываем какие-то интересные места еще потому что люди хотят конечно же знать где как что там рядом находится иногда мы делаем конечно сейчас больше делали видеозвонки какие-то на завтра меня например видеозвонок назначен с клиентом коммерческое помещение и мы будем по видеозвонку смотреть экономическое помещение приехать трудно но когда все-таки к нам кто-то вырывается и проходит все таки все эти вот шлагбаумы я еще раз повторю с августа месяца к нам приехали три человека они настоящие герои на самом деле пройти все круги ада то мы конечно же тоже стараемся компенсировать за их старания и показываем не только недвижимость но по сути становимся их ними друзья мы дружим с нашими клиентами это не просто высокие слова и если нас сейчас смотрят наши клиенты хотя вряд ли у них что все решено но они будут подтвердили что это действительно так это действительно так и иногда там олега можешь там и там что-то надо подключить году или надо отключить свет там закончить контракт это мы все делаем не как управляющая компания а как для своих друзей за это какие-то деньги не берем или я лично иду если есть время или кто-то из моих сотрудников и мы это все для клиента решаем довольно теплые отношения практически со всеми клиентами тебе сил я хочу сказать тоже очень большое спасибо за приглашение и мне диалог тоже очень понравился было приятно пообщаться было приятно что было столько вопросов я поздравляю сайт при на точка ру такой профессиональной работой профессиональным отношением вашему делу вы выдаете эти новости сразу еще до того как они произошли с моей помощью конечно вот поэтому желаю всем успеха я на связи если кому-то не отвечу ближайшие 5 минут пожалуйста не обижайтесь потому что я телефон рядом я вижу что заходят звонки из россии но напоминает о прямой эфир то есть я физически не могу вам отчет ответить но постараюсь в течение сегодняшнего дня завтрашнего может быть да сколько будет звонков делаю все возможно ну что ж дорогие друзья олег или анамбер star real estate компании с португалии риторический вопрос от дарьи когда какие у вас прогнозы когда же нас уже к вам пустят это вопрос даже знаешь скорее к правительству российской федерации украины белоруссии других стран китая да и португалии тоже это не сыпьте мне соль на рану все равно в любом случае меня дико заинтересовала твоя история что еще в ресторан заедем это я запомнил в общем до встречи спасибо тебе огромное еще разочек олег релян компания amber star real estate и филипп резин портал приандру недвижимость за рубежом спасибо вам всем спасибо наши зрители было очень замечательно до встречи до свидания